Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, дневной разворот, вторник, а это значит, что у микрофона Юлия Афанасьева. И Александр Асохин. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, пройдемся по повестке. Во втором часе к нам придет Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Отчитался он уже перед главой региона, подготовил доклад о своей работе за минувший год. Об этом, обо всем поговорим во втором часе. Ну а в первом часе мы обсудим открытие новой детской поликлиники в микрорайоне Чистые пруды. Вроде хорошее дело сделали, давно жители просили, но тем не менее проблема не решена. И мы об этом сегодня поговорим со Светланой Шиховой, депутатом законодательного собрания Кировской области и жительницей микрорайона Чистые пруды. Добрый день. Здравствуйте. Ну и также с жителями микрорайона Чистые пруды, с активистами. Это Виталий Рожнев и Кира Слободенек. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, открытие произошло. Все-таки поликлиники очень давно ждали этого события. По улице Ивана Попова, 58. На открытии присутствовали и глава региона Игорь Васильев, и исполняющий заместителя председателя правительства Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности министра здравоохранения области Андрей Черняев. И вот вроде бы хорошее событие, которому нужно радоваться. И как все это происходило, и радости не очень видно на лицах. То есть проблемы не решены. Нет, ну я понимаю, в первую очередь, конечно, событие произошло, и это очень важное событие. С мёртвой точки уже что-то сдвинулось. Всё-таки открыли новое помещение. Но, правда, скорее это правильнее назвать переезд поликлиники, а не открытие новой поликлиники. Потому что часть детской поликлиники привезли просто в новое помещение. И это уже хорошо, это уже что-то сделано. Но по факту всё омрачает только то, что в плане персонала у нас расширение не произошло. Соответственно, у нас как были очереди, они в общем так и останутся. И пока чётких перспектив, где это и когда будет сделано расширение, нет. Но до этого каким образом вы получали медицинскую помощь? Да, то есть вот как вы жили, да? Заболел ребёнок, куда вы ехали? У нас было одно помещение, оно было поделено примерно пополам. В одной половине была взрослая поликлиника, там сидели терапевты. И в другой половине была детская поликлиника, там сидели педиатры. Это в самом микрорайоне было? Это в самом микрорайоне, да, было. Это тоже мы добивались путём писем, это произошло. И, соответственно, мы уже в районе могли получать терапевтов и педиатров услуги в районе. Вот, собственно говоря, у нас принимали два педиатра детской поликлиники, район РОС, и по данным 2016 года у нас в районе уже было порядка 4,5 тысяч детей. И все это население, всех этих детей обслуживали два педиатра, которые работали на чистой пруды. Есть еще один педиатр, он работает на поселок Новый, и он как бы принимает у нас же на нашей площади, но никак к чистым прудам, к новостройкам отношения не имеет. Кира, вот вы, как мама двоих детей, с какими сложностями сталкивались последние, сколько лет вы живете в этом микрорайоне? Мы в микрорайоне проживаем с 2012 года, вот, но сейчас на данный момент у меня дочке 3,5 года и сыну 6 месяцев. Поэтому я, конечно, постоянно регулярно сталкиваюсь с трудностями, связанными с поликлиникой. Вот, и главная проблема для нас, это, конечно, нехватка педиатров, потому что в микрорайоне, потому что у нас все идет через педиатров. То есть сейчас, чтобы сделать прививку, чтобы получить справку в садик, чтобы получить направление на анализы, все это идет через педиатра. Вот, и так как у нас огромное количество детей, то есть больше 4 тысяч детей, у нас дети все в микрорайоне, в основном до года и садиковского возраста. Поэтому у нас всегда идет поток, каждый день у нас очереди. Вот, и часто бывает даже и когда принимает один врач, потому что, ну, например, кто-то из их двоих на больничном или в отпуске. Вот, и по причине этого, конечно, большие очереди, особенно в дни здорового ребенка. Вот у нас вторник и четверг, два дня в неделю, это дни здорового ребенка. Три часа принимает врач, и, конечно, этого времени катастрофически всем не хватает. Вот, если ты не записался на прием, то вынужден просидеть в очереди час, два, то есть три часа в душном помещении. И врач вынужден принимать очень быстро, 5-10 минут буквально. Конечно, когда ты находишься на приеме, еще во время приема мамочки постоянно идут потоком, кому-то справку, кому-то направление. И этот прием превращается просто как вот в хаос. То есть идешь к врачу больше как для галочки, вот, чтобы взять какую-то справку, вот, а не чтобы врач, ну, оказал помощь. Ну, сколько в очереди примерно вот сидели, ну, по времени, чтобы понимать, какова проблема. Ну, не меньше часа, не меньше часа, два, два, два с половиной точно мы сидим. Вот, и потому что по 30-40 человек приходит. Ясно. Светлана, вот этот вопрос несколько лет уже в микрорайоне назревал. Вы, как законодатель, какие-то шаги предпринимали для того, чтобы, наконец, появилась поликлиника? Ну, знаете, дело в том, что при планировании застройки любого микрорайона власти должны, прежде всего, подумать о том, что в микрорайоне должна быть необходима инфраструктура и социальные объекты. Нужно было прописывать это изначально. Где у нас была городская власть, собственно говоря, 9 лет назад, когда началась застройка чистых прудов. Ведь инфраструктура должна быть изначально заложена. И благо, что у нас застройщик нашего микрорайона, он вообще у него добрая воля, он идет навстречу жителям. Но думать-то должна была в любом случае власть. Идет навстречу жителям, что вы имеете в виду? Посмотрите, вот сейчас открылась новая детская поликлиника. Кто делал ремонт? Застройщик. То есть там, во-первых, очень хороший ремонт, там все очень красиво, благоустроено, очень быстро все это было сделано, сделано застройщиком. То есть это не Министерство здравоохранения этим занималось или каким образом? Нет, но насколько я помню, когда строился как раз этот микрорайон чистые пруды, тогда Кировспецмонтаж говорила, что мы построим здесь и садики, и построим здесь и поликлиники. То есть они от своего имени это обещали. Правильно? Ну я не знаю, это, конечно, лучше говорить, наверное, все-таки с компанией-застройщиком. Но, как вы понимаете, жилье ведь там эконом-класса, согласитесь. И если бы компания-застройщик заложила какие-то денежки на то, чтобы построить еще инфраструктуру, то, соответственно, жилье поднялось бы в цене. Ведь, понимаете, когда у нас была встреча с представителями администрации Ленинского района, я не буду сейчас называть фамилию, но человек заявляет нам, вы знали, где вы покупали жилье, вы зачем туда ехали? Это как давно было? Это было совсем недавно. Буквально месяц-полтора назад. Буквально месяц-полтора назад. Понимаете, зачем вы сюда ехали? Конечно бы, если бы у людей были возможности купить жилье за 70 тысяч за квадратный метр, они бы, наверное, жили где-то в городе и имели поликлинику у себя под боком. То есть, и не было бы никаких проблем. Но сюда приехали люди, молодые семьи, мамочки, да, у которых вот только семьи, только начинают жить. Где они могут такие огромные деньги взять? А здесь я считаю, что у нас вполне перспективный, очень красивый, развивающийся микрорайон. Здесь у нас шикарные площадки, правда, для прогулки с детьми. У нас единственная проблема – это школы, детские сады и поликлиника. То есть, социальные объекты. – Что касается самого открытия, как это все происходило? Ну, потому что на сайте правительства появился пресс-релиз, где это с лоском рассказывалось о том, что приехали первые лица области и прочее. Как это выглядело с точки зрения со стороны жителей? – Ну, вот мы все здесь присутствующие, собственно, были на этом открытии. Я, естественно, тоже не могла упустить такой момент. Приехала. Все сводилось к тому, что мамы у нас ждали приезда главных лиц для того, чтобы перерезать ленточку. Ну и, собственно говоря, на самом деле, наверное, я бы сделала немножечко по-другому, честно говоря. Наверное, сейчас меня после этого уволят уже с работы сразу. Сделала бы это немножечко ярче и красочнее. – Само открытие. – Само открытие, да. Может быть, какие-то запланировала подарки от правительства в этой клинике. – Насколько я знаю, подарки сделали сами жители. – Подарки сделали. Вот я к чему и веду, что подарки сделали сами жители. Ну, действительно, это для нас событие. Пусть она немножечко не соответствует, да, там мало кабинетов, мало педиатров, но в любом случае она открылась, это здорово. И там действительно сейчас места больше, по крайней мере, хоть дышать можно, понимаете, приходят. Детки могут посмотреть телевизор, поиграть, посидеть. То есть есть место, это уже, ну, как бы, вот это, наверное, только плюс на самом деле. – Ну, говорим мы про открытие в микрорайоне Чистой пруды детской поликлиники, которую долго ждали. И все-таки, хорошо это или плохо, появилась ли, разрешила ли она проблемы, либо из-за нее возникли новые. Об этом мы обсуждаем в нашем эфире. И сейчас нам нужно прерваться на небольшой перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. – Открылась детская поликлиника в Чистых прудах. И это открытие, правда, что оно переносилось не раз? Потому что была информация, что переносилось, в том числе, из-за приезда чиновников. – Правда. – Не, вообще… – Расскажите, как это все проходило? – Было как. То есть, с одной стороны, сработали, на самом деле, очень быстро, потому что зимой поднялся этот вопрос. Были написаны письма нами, жителями, там, всем, кому можно. Мы писали в Министерство здравоохранения, мы писали губернатору, его губернатора. Мы писали, значит, в город, везде, всем-всем-всем писали. И, значит, видимо, это дало какой-то результат. Было дано распоряжение, и сразу же начался диалог с застройщиком. Сразу же начали подбираться место. И сначала возник вопрос с местом. Потому что под поликлинику надо понимать, что это должно быть не просто какое-то помещение, оно должно отвечать требованиям. Поэтому сначала хотели открыть в одном месте, потом в другом. Потом приехала комиссия, сказала, ни там, ни там нельзя. Вот нашли помещение. Соответственно, вот там открыли. При этом все делалось очень быстро. Буквально там, может, неделя-две, все помещение было подготовлено, был сделан ремонт. И просто произошло маленькое, видимо, того, что торопились, такое недопонимание. У нас еще к выходные все педиатры переехали в новое помещение. И в понедельник они начали прием в новом помещении, потому что оно было готово. Но потом приехала комиссия, и сказали, значит, благополучно, что еще открытия официального не было, поэтому прием тут вести нельзя. И всех врачей отправили назад в старое помещение. То есть надо понимать, что врачи сначала перевозили все туда, потом они экстренно перевозили все обратно. И потом снова? И потом к открытию снова туда. А открытие какого было числа, напомните? Открытие было в пятницу. То есть в начале недели они начали работу? И уехали, и в конце недели снова завезли? Да. При этом в старом помещении у нас получилась как часть детской поликлиники, вот как раз этот педиатр, который принимает поселок Новый, он остался в старом помещении. Его сузили помещение, часть отдали взрослому отделению. И вот на этом оставшемся маленьком клочке у нас принимали три педиатра. То есть буквально в двух кабинетах в сумме. Там один процедурный, один под педиатров был. Вот. И поэтому вот из-за этой суматохи получилось как бы и врачей очень сильно нагрузили. У них и так работы очень много. Они и так там в два-три раза превышают все нормы по приему. И тут еще с этим переездом и настроение у врачей было не очень. Да и в принципе все люди понимали, что это ненормальное отношение. Что не так должно происходить все. Ну понятно, более человеческие условия все равно необходимы для получения. На основании этого у нас жители, опять же, района сами инициировали, что выйти с благодарностью к врачам, подарить какие-то минимальные подарочки, там цветы, вот подарили микроволновую печь, потому что там не было условий даже, вот там условно говоря, чай попить. Вот. И устроили маленькое такое свое открытие с праздником. Мне кажется, даже сотрудникам поликлиники, наверное, это открытие было приятнее, чем открытие, которое организовано правительством. Но нужно напомнить, что у нас опрос. Жителям чистых прудов вы завидуете, не завидуете, или вы ничего не знаете о жизни в чистых прудах. Но и также, если вы непосредственно житель чистых прудов и сталкиваетесь с проблемами, в том числе и с получением медицинской помощи, для ваших детей в том числе, то звоните 211-101, рассказывайте, какая жизнь в чистых прудах. Ну, я думаю, что жизнь в чистых прудах похожа на жизнь в остальном Кирове, возможно, с некоторыми поправками. А вот смотрите, получается, что на двух педиатрах в чистых прудах 2,5 тысячи детей. 4,5 тысячи. Да, 4,5 тысячи. Вот на сайте наших коллег с телеканала «Рын Киров» написано 2,5 тысячи. Хорошо, 4,5 тысячи. А как с узкими специалистами? Куда вы ездите? К кому вы ездите, к узким специалистам, к хирургам, к ортопедам? Ну, я что могу сказать? Не хватает, конечно, нам талонов к узким специалистам. Раньше мы могли записываться в электронной регистратуре. Сейчас мы там записаться не можем, потому что вся запись закрыта. И записаться мы можем только к педиатрам. И попасть к тому же неврологу, хирургу, окулисту и так далее мы можем только через педиатра. Через направление, да, педиатр? Да, талоны выдают или направление. И мы вынуждены ездить на пролетарскую 21 в поликлинику. Конечно, с маленьким ребенком, а то и с двоими, это очень проблематично. Вот. И говорят, конечно, что вот в мае будут, к нам приедет невролог, хирург, окулист. Но информация такая, что они будут принимать раз в неделю и детей только до года. То есть куда остальным деваться, так же все останется, как было. У нас слушатель на линии, сейчас мы примем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Представьтесь. Меня зовут Олег Валентинович. Я тоже проживаю в микрорайоне Чистой пруды. Конечно, у меня дети уже выросли, но, значит, вот как раз тема этих поликлиник, вообще медицины в микрорайоне меня волнует не меньше. У меня вот сейчас уже внуки пошли. Вот. И хотелось бы сказать, вот как раз вот сейчас девушка выступала по поводу узких специалистов. Я полностью поддерживаю. Микрорайон, конечно, уже достаточно разросся. И узких специалистов нам очень сильно не хватает. Понятно, что всех вот в это маленькое помещение не посадить, всем кабинеты не выделить. Я считаю, на мой взгляд, нужна уже полноценная поликлиника детская со всеми узкими, основными узкими специалистами, со всеми там сборами анализов и всего-всего, всем остальным. Потому что, действительно, утром, если анализы принимаются там, или нужно ехать к узким специалистам, действительно нужно выехать из района, да, на эту пролетарскую. Там, во-первых, не припарковаться, потому что в основном все едут на машинах. Транспортное сообщение тоже очень слабое. Вот. И особенно мамы с детьми до года испытывают очень большие трудности. То есть, вот, мне кажется, что нужно строить полноценное здание детской поликлиники. Потому что микрорайон сегодня уже, вот скажем, там, 20 тысяч людей проживают, там, 4 тысячи детей до года, там, или в возрасте детского садика. Завтра застройщик строят очень быстро. Завтра их будет уже больше. Думать надо уже было вчера об этом во всем. Ну, а как-то, может быть, с руководителями, там, с представителями городадминистрации обсуждался этот вопрос? Слышали, что вам говорят членовики? Вы знаете, он обсуждался неоднократно, этот вопрос. Вот, очень много получали писем, отписок. Я еще помню, значит, со времен Марии Гайдар, когда нам там много чего обещали, когда был вообще там акушерский этот, какой-то, не акушерский этот, фельдшерский пункт в чистых фрудах. Фельдшерский акушерский пункт. Да, маленький там детей принимали. Вот, нам обещали, и обещали еще и в 2014, там, и в 2012 году. В общем, все так это осталось на бумаге, и все это дело в основном в письмах, отписках. Ясно. Спасибо большое, спасибо большое за ваш комментарий. Светлана, вы, опять же, как представитель там законодательного собрания, этот вопрос на более высоких уровнях обсуждался. То есть, что будет с микрорайоном? Что будет с микрорайоном? Вы знаете, на все вопросы, на все, обычно, как отвечают, при условии софинансирования, при условии поступления средств и так далее, и так далее. То есть, в принципе-то, ничего конкретно никто сказать не может. Что у нас будет? У нас есть несколько программ, вот по поводу медицины, вы знаете, да, прекрасно, что одна программа у нас называется «Развитие образования», это 2014-2020, вторая, это создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области 2016-2025 год. А, нет, нету немножечко. Ну да, это областные программы, в принципе. Есть программы создания рабочих мест, ну и так далее, и так далее. То есть, это, в принципе, все есть, но, опять же, на условиях финансирования. То есть, денег нет, у нас говорят. Если будет, то будет. Но, вы понимаете, я, честно говоря, не совсем еще понимаю, как идет распределение, собственно говоря, вот этих средств. То есть, денежки, например, выделяются, да, и кто как решает, где будет, что строится, это вообще непонятно, на самом деле. Вот сейчас, на данном этапе пока, но я только, видите, еще начала, я еще совсем ребенок в политике, на самом деле. Ну, вот так. Что касается поликлиники и наполняемости ее специалистами, говорят вам, что вот, ну там, в течение трех месяцев, конечно, здесь появится и больше педиатров, и дальнейшее развитие поликлиники. Ну, то есть, вообще, обратная связь от чиновников, от представителей Министерства здравоохранения есть? Обратная связь, конечно же, есть. Мы с Андреем Вениаминовичем обсуждали эту проблему, обсуждали ее неоднократно. Да, последний наш разговор был как раз вот на открытии этой клиники. Он обещал торжественно, при многом количестве людей, что разберется в этом вопросе и постарается все наши проблемы решить. То есть, это был его конкретный четкий ответ. Еще мы говорили с ним о том, что нужна хотя бы машина скорой помощи, потому что вы сами понимаете, какая дорога в чистые пруды. То есть, заехать-выехать, это абсолютно невозможно, не говоря уже о ямах. Ну, понимаете, это постоянно проблевки. Просто проблема в том, что дорога одна. Дорога одна, да. Когда у нас еще достроится путепровод, там неизвестно, но, по крайней мере, он строится, слава богу. Вот. И поэтому хотя бы машина реанимации должна быть. Ну, вы понимаете, сколько детей? Как это бывает? Там не говоря уже о бабушках, которые там у нас тоже проживают. То есть, мы фактически, в принципе, просто не успеем, например, ребенка довезти. Что касается поликлиники, опять же, по вместимости она сможет вместить большое количество специалистов? Сколько там места? Какие условия? Ну, места там, на самом деле, немного. У нас, получается, два кабинета. У нас есть письмо как раз от Курдюмова, как раз от февраля месяца этого года, где он говорит, что нам требуется 5-6 кабинетов врачей-педиатров, соответственно, в которых должны принимать в 2, а то и в 3 смены педиатров. То есть, нам на текущий момент требуется порядка 9 педиатров. А по факту у нас принимают трое. На чистые пруды вообще двое только. И когда появится больше, этого ничего не ясно? Потому что это может решить только строительство отдельного здания. А на территории новостроев, чистых прудов вообще помещения под больницу нет. Но власти говорят, что если будет софинансирование, то тогда возможно. Только в таком случае. Да, говорят, что где-то в поселке Новом есть участок, отведенный под больницу, который там до 2018 года зарезервирован под больницу. Но в этом и вся проблема, что на все наши письма, по любому вопросу, дороги, медицина, образование, благоустройство, все что угодно. Нам говорят, что у области, у города денег нет. Если было финансирование федеральное, мы готовы строить. И опять же, вот со школы получилось как. То есть, мы добивались-добивались школы. В результате построили сначала в Зиновых, теперь строят в Урванцево. И следующее будет наше или не наше, непонятно. То есть, у нас есть письмо от Министерства образования, что деньги в область будут выделены на строительство школы, но там не указано, какая конкретно школа будет строиться. А город нам не может дать конкретного ответа, что будет строиться школа в чистых прудах. Нет этого рейтинга. То есть, везде написано, надо построить 13 школ. Там-то, 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 там-то. А какая будет строиться следующая, никто не говорит. И то есть, могут в любой момент подвинуть и взять, сказать, что давайте там в Долгушино или где-то там еще будем строить. Да, нам сейчас нужно прерваться на очередной перерыв. Если вы тоже хотите высказаться, тоже живете в чистых прудах, звоните 211-101, мы можем принять ваш звонок после небольшой рекламы. Сейчас буквально на две минуты мы уходим и вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Жители чистых прудов неоднозначно отреагировали на открытие в микрорайоне детской поликлиники. Говорим мы в этой студии с нашими гостями. Светлана Шихова, депутат ЗАГС Собрания Кировской области, жительница микрорайона Чистой пруды и также жители микрорайона, активисты Виталий Рожнев и Кира Слободенюк. Вот сейчас в перерыве, да, пока была реклама. Кира сказала, что записывается на прием через электронную регистратуру буквально всеми способами. И невозможно туда даже дозвониться, не то что записаться. Да, мы, чтобы попасть к педиатру на День здорового ребенка, мы буквально караулем сидим возле компьютера. Вот вчера я вообще где-то за неделю, за две, просто вот у меня открытая электронная регистратура, я постоянно в течение дня, я не выключаю компьютер и хожу, когда я дома, обновляю страницу, чтобы не прокараулить. Вот вчера просто мне так посчастливилось, что именно в эту минуту, когда я была за компьютером, стали выкладывать запись к нашему врачу. И я записала сына на 11 мая к врачу, и буквально там через 15 минут уже места в День здорового ребенка не было. То есть если ты вот не уловил, это возможностей. Не поймал вот это время. Да, да. И запись в лист ожидания, она недоступна в регистратуре и в колл-центре. Записывайте в лист ожидания, отказываются. Почему? Они чем-то аргументируют это? Они говорят, что сейчас лист ожидания как таковой не работает. И мы как раз Черняеву эту проблему озвучили. Он сказал, что он ее решит. До сих пор он не работает, этот лист ожидания. Ну, наше мнение такое, что просто когда он заработает, все, кому действительно требуется, в него запишутся. И будет видна реально картина, что условно говоря, 500-700 человек в листе ожидания. И это же аховая ситуация. Поэтому они просто, чтобы не было этого видно, возможно. Еще также могу добавить про запись на кровь. Были также на открытии люди удивлены, что почему мы берем направление на кровь у педиатра, и мы не можем просто, имея направление на руках, прийти в день, в часы приема крови и сдать кровь ребенку. Мы должны обязательно записаться. Записывают только 20 человек. Записаться мы можем позвонить в регистратуру. Регистратура поликлиника у нас работает с 8 часов. То есть вот я сижу на телефоне, я звоню, 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 постоянно занято звоню. Если я дозваниваюсь, вот, например, в 8.20, предположим, то на текущую неделю уже запись всю расхватали. То есть нужно быть просто ловким и смочь дозвониться. Вот. Так вот мы, у нас, у меня, у 6-месячного ребенка нам нужно было сдать кровь именно вот в срок определенный, потому что у нас было направление к гематологу, и мы не смогли это сделать, потому что я записаться не смогла. Сегодня, вот, когда мы утром буквально перед этим, мы ходили сдавать кровь, мы были по записи, но 50 минут мы просидели, тем не менее, в очереди. Кира, вот вы говорите сейчас про некие плановые визиты к врачу. А если что-то происходит, вот что-то случилось, заболел ребенок, температура у нас на дворе весна, мы все проболелись, куда бежать? Ну, вот, в таких случаях, если, конечно, у ребенка уже температура высокая, мы уже не идем, конечно, потому что понятно, что ты там полдня проведешь в поликлинике, вызываем врача на дом. Но вот буквально весной у меня заболела дочь, мы, температура была не высокая, но она была вся больная. Мы пошли с, также я с двумя детьми, потому что маленького дома не с кем оставить. Мы пошли в поликлинику, было вроде бы 5 человек передо мной, но очередь не двигалась совершенно, и мы просидели, мы простояли на улице, потому что с больными детьми я не могу туда с малышом зайти. В итоге мы ушли, мы не попали к врачу, вызвали на утро врача на дом. Наш врач по участку пришла, Елена Семеновна, и я у нее спрашиваю, что когда мы будем здоровы, как же нам попасть за справкой, потому что я записаться не смогу. Она говорит, приходите, пожалуйста, в понедельник, у меня прием до 6, но вы приходите без 10-6, я буду принимать. Вот пока будут люди, вот будут люди, я буду до 7 принимать, до полвосьмого я буду принимать. То есть врач, он работает на пределе своих возможностей. Но мы вот так к 6 часам пришли, нас приняли, конечно. Ну то есть сами врачи идут навстречу и с пониманием относятся. Да, да. То есть она сама говорит, что она бывает в период эпидемии, у нее 50 вызовов по квартирам, она бегает. Проблем в микрорайоне много, это понятно, и, наверное, в связи с этим активность граждан довольно высока, появляются какие-то группы, это можно видеть и по сообществу ВКонтакте. Как вообще активисты образовались и чем они занимаются? Вообще образовались, то есть, ну получилось как. Я в этом районе с самого начала, с самого создания района с 2008 года, с первого зданого дома. И, ну, я занимаюсь компьютерами, поэтому, соответственно, мне было интересно тут соседи, еще с кем-то пообщаться. Я создал эту группу ВКонтакте. То есть вы создатели. Да, я создатель ее. И со временем она потихоньку начала, как вот район растет и группа расти. И вот у нас в районе сейчас порядка 20 с лишним тысяч человек и в группе порядка 9 тысяч человек. То есть это очень большой процент. И в связи с этим группа-то во многом и решала какие-то проблемы. Сначала это были локальные проблемы. Например? У нас тротуар там не почищен. Связь с председателем через группу происходила очень часто со старшими по подъезду. Там просто объединялись какая-то проблема. Там субботники проводили, информирование проводили в группе в том числе. И вот потихоньку-потихоньку дошли до решения уже более массовых проблем. Объединялись там и автопробег у нас проходил. И, значит, там какие-то акции проводились при поддержке федеральной. Там по уборке территории, по уборке рек. Соответственно, и вот письма эти писали. То есть объединяемся, подписи. Очень много собранных подписей. За 8 лет, мне кажется, не один десяток тысяч подписей собрано под разными письмами. То есть, опять же, и к Васильеву, и к Никите Белых обращались, и к город администрации, и к Быкову обращались. Ну, что Вам удалось сделать в районе? Ну, вот одно из таких, наверное, самых больших заслуг, которое именно благодаря активистам появилось, это парк у нас появляется, потихоньку растет. О нем городские власти говорили, да, но это, получается, заслуга больше Ваша, чем ИДИ. В 2014 году мы инициировали поход к главе города, чтобы предложить ему свои идеи по благоустройству района, в частности, парк. Опять же, проблема в том, что у нас есть генплан застройки района. Там нигде не предусмотрено никакой зеленой зоны, вообще нигде. И, то есть, сейчас не скажешь застройщику, давайте Вы дом не будете строить, а вместо него парк построить. Все утверждено, все подписано этим же самым городом. И вот единственная зона у нас была вдоль реки, там строить нельзя, поэтому там вот такая заблоченная местность была. Мы предложили построить там парк. Значит, Владимир Васильевич Быков, значит, поддержал нашу идею. И позже это, опять же, как-то перешло к застройщику. Значит, что вроде он поддержал тоже и начал строить, сказал, что мы построим, да, тут не сразу, не быстро, но потихоньку парк построим, парковую зону. Вот единственное, мы сейчас помогаем застройщику, это принимаем участие в проектах местных инициатив, чтобы вот этот миллион грант выиграть. Чтобы найти софинансирование на парк. Чтобы застройщику было легче, потому что стоимость парка получается очень маленькая, там порядка 16 миллионов всего. Что там будет? Это в основном будет, конечно, прогулочная зона, потому что у нас именно выйти и погулять где-то нету с колясками выйти. То есть либо во дворе сидеть на детской площадке, либо ходить вдоль дорог. Вот это будет прогулочная зона, надеемся, что там будет хорошее зеленение, там будут лавочки. Если я правильно помню, там по плану будет какая-то ротундочка у речушки, у нашей этой маленькой. И самое главное, там есть перспектива дальнейшего развития. То есть вдоль этой реки можно еще расширять, расширять его. Когда уже хотите получить планирование? Ну вот у нас первый этап в том году построился, в этом году построится самый крупный участок во второй этап. И если у застройщика будут дела хорошо идти, то, соответственно, в следующем году, я думаю, мы закончим. Так, подождите, а в проекте поддержки местных инициатив вы участвуете? Мы участвуем. Это является только маленьким кусочком от того, что делается каждый год. Ну, то есть вы победили, вы являетесь одним из получателей денег, правильно? Да. Ну, не получатели денег, а получатели выгоды, так сказать, от реализации проекта. Ну, я имею в виду ваш проект, да? Ваш проект получился финансированием все-таки? Да, мы составляли, значит, опять же, активисты, они составляли всю эту документацию, проект, проходили конкурсный отбор, собирали мы подписи. И после этого мы, когда уже прошли первый этап, мы начали собирать деньги, собирали деньги с населения. Второй год, это мы 176 тысяч собираем с населения. И, соответственно, вот сейчас все уже мы прошли, сейчас осталось только за реализацией. То есть будет аукцион проходить на этот проект, и после этого реализация к сентябрю месяцу. Светлана. Да, я еще немножечко хотела бы сказать о парке. Дело в том, что парк, это ведь не только прогулочная зона, да, это место отдыха и место, где можно проводить мероприятия. Как вы знаете, у нас в Чистых Прудах действительно инициаторы каждый год проводят как минимум два мероприятия, да, самых крупных. То есть это день микрорайона, праздник. Вот у нас на следующий год будет 10 лет, уже юбилей. И Масленица. Два больших праздника, на которые приезжают люди со всего города к нам. Поэтому, разговаривая с застройщиком, мы даже говорили о том, что возможно там поставить сцену и сделать это так, как в Татарстане у нас, да, во дворах есть. То есть это будет здорово. Это все-таки такой социальный объект, пусть под открытым небом, но он будет. У нас остается буквально полминуты, и нельзя не спросить о главном объекте, который связывают с Чистыми Прудами, и который свяжет Чистые Пруды с остальным городом. Это путепровод. Какие у вас ожидания от строительства, ну и дальнейшего развития микрорайона? Потому что понятно, что это, да, столчок. Ну, как вы понимаете, это фактически дорога жизни для жителей Чистых Прудов. Конечно, с этим путепроводом есть очень много проблем. Это и финансирование, сокращение финансирования, это и вот сейчас расселение тех домов, да, которые попали как раз в этот путепровод. Но вы сами понимаете, что без него фактически, вот сейчас если район у нас расширится, то мы будем зажаты. У нас, понимаете, получается какое-то гетто удаленное такое, который нафиг никому не нужен от микрорайона, все там, останьтесь там. Это одна из главных критик была в сторону городадминистрации, застройщиков, что они вот продумали именно такой концепт, что превратится все в гетто. Ну да, фактически так и получается. Ну, мы надеемся, что все это будет достроено, все это будет сделано, и мы наконец-то заживем хорошо. У нас будет шикарная дорога и самый классный, самый замечательный микрорайон в городе. Вот резюмирую еще в конце, хочу Виталия и Киру спросить, вот скажите, пожалуйста, может все-таки это поликлиник, это лучше, чем ничего, который он сделает? Нет, это однозначно. Может быть стоит радоваться тому, что есть? Мы с этого начали, и это однозначно лучше, чем ничего, но надо понимать, что это же мы издеваемся не просто над решителями, это же мы над детьми. Это дети сидят по три часа в очереди, по два с половиной часа с температурой там или с другими заболеваниями могут сидеть. То есть они-то уж точно ни в чем не виноваты. И проблема действительно в том, что даже если брать платную поликлинику или другую любую поликлинику в городе, нам сейчас просто не выбраться. У нас утром пробки постоянно на общественном транспорте, это вообще беда. А зимой в минус 15, куда мама с детьми, а если двое детей, папа на работе. Все это непросто, и поэтому хотелось бы, конечно, что проблема в том, что об этом надо было думать в 2010 году. Если мы сейчас не начнем строить, то через 4 года это будет ужас какой-то. Ну, стоит надеяться, что проблема разрешится, и чистые пруды, и правда, и с введением путепровода действительно станут удобными во всех планах для жизни районам. Ну что, в гостях у нас были депутат ЗАГС Собрания Светлана Шихова, жительница микрорайона, и также жители микрорайона, активисты Виталий Рожнев и Кира Слободенюк. Сейчас нам нужно будет прерваться на новости, тематические программы, и в следующем часе мы уже вернемся с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области Владимиром Шабардиным. Продолжение следует...